Станция Технологический институт Петербургского метрополитена открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена Автова площадь Восстания. Название связано с тем, что наземный вестибюль находится в непосредственной близости от Технологического института. В этом же здании управление метрополитеном. Самая большая станция по размеру среди станций первой очереди метрополитена. Субтитры создавал DimaTorzok Вестибюль станции встроен в здание управления Петербургского метрополитена, расположен на углу Московского и Загородного проспекта и построен в виде полукруглого монументального трехэтажного здания мягкого бежевого цвета, фасад которого украшает длинные колоннады высоких полуколонн с каннелюрами. Субтитры создавал DimaTorzok Колонная станция глубокого заложения просуществовала менее шести лет в качестве обычной единой станции с одной платформой. Уже 11 апреля 1961 года был открыт второй зал как часть пускового участка второй линии и порядок движения электропоездов по станции был изменен. Так образовался в первой в истории метрополитенов СССР кроссплатформенный узел. Он остается и по сей день единственным в петербургском метрополитене, хотя был спроектирован и частично действует еще один на станции спортивной. А также планируется наличие такого же пересадочного узла на станции обводный канал, но для ускорения строительства от него пока отказались. Продолжение следует... В центральном пространстве перронного зала между колоннами украшены медальонами корифеев науки Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. При постройке перехода барельефы Энгельса и Сталина были убраны. В центре свода круглого зала небольшой разноцветный витраж, имитирующий окно на поверхность. На колоннах подземного здала были помещены 24 барельефа выдающихся русских и советских ученых. На путевых стенах установлены декоративные решетки. В светильнике вмонтированы стеклянные узорчатые сосуды, вставленные в специальные желоба на своде. Имеется также подобие светильников в виде факелов, установленных на колоннах перронных залов. Второй зал, в отличие от первого, оформлен в строгом функциональном стиле. Архитекторы разместили на облицованных мраморах пилонов в хронологические надписи об успехах, достигнутых советской наукой и техникой. Хроника ведется с 1920 по 1979 год. Путевые стены отделаны белым мрамором с черной полосой отделочного камня снизу и серого гранита поверху. Центральный зал короткий, заканчивается примерно в середине станции, лестницей в первый зал. Для облегчения пересадки, на оставшейся части платформ позади перехода имеются два узких коридора, облицованных кафелем. Такие есть во многих подобных станциях, но обычно они не предназначены для пассажиров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия станции внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт Произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В теракте пострадало 103 человека. 16 из них погибли, в том числе и предполагаемый исполнитель теракта. В ряде публикаций говорилось о 108 пострадавших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова